Дорогая Церковь, братья и сестры, желание моего сердца с вами вновь обратиться к посланию к Ефесинам, 3 глава, будем читать с 1 стиха. Послание к Ефесинам, 3 глава, с 1 стиха. Для сего-то я, Павел, сделался узником Иисуса Христа за вас, язычников, как вы слышали о домостроительстве благодати Божией, данной мне для вас. Потому что мне через откровение возвещена тайна, о чем я и выше писал кратко, то вы, читая, можете усмотреть мое разумение тайны Христовой, которая не была возвещена прежним поколением сынов человеческих, как ныне открыта святым апостолом его и пророком, Духом Святым. Чтоб и язычникам быть сонаследниками, составляющими одно тело, и сопричастниками обетования его во Христе Иисусе посредством благовествования, которого служителем сделался я по дару благодати Божией, данной мне действием силы его. Мне, наименьшему из всех святых, дана благодать сия возвещать, благодать сия благовествовать язычникам неисследимое богатство Христова и открыть всем, в чем состоит домостроительство тайны, сокрывавшейся от вечности в Боге, соделавшим все Иисусом Христом, дабы ныне соделалась известная из через церковь начальством и властям на небесах многоразличная премудрость Божия по предвечному определению, которое Он исполнил во Христе Иисусе Господе нашим, в котором мы имеем дерзновение и надежный доступ через веру в Него. «Посему прошу вас не унывать при моих ради вас скорбях, которые суть ваша слава». Первых 13 стихов. Братья и сестры, я кратко напомню, если мы внимательно слушали предшествующий разбор, когда мы заканчивали вторую главу послания к Ефесинам, нам было предложено несколько мыслей о том, что апостол Павел показывает величайший контраст, показывает язычникам, кто они были до уверования, как Он говорит с 11 стиха, «Итак, помните, что вы, некогда язычники по плоти, которых называли необрезанными, так называемым плотским обрезанием, совершаемых руками, что вы были в то время без Христа, чуждены от общества израильского, чуждый завет амбитования, не имели надежды, были беспожниками в мире». Знаете, когда мы читаем вот эти тексты во второй главе, вот показывается та перспектива язычников, совершенно неприглядная, никакой надежды, никакой перспективы. И апостол Павел показывает, что сделал Христос для них, что после воскресения Иисуса Христа язычники обрели, какую надежду получили. И вот апостол Павел показывает, что благодаря Христу иудеи и язычники составляют одно тело, составляют одно царство, составляют один храм. И начиная с первого стиха третьей главы, апостол говорит, «Для сего-то я, Павел, сделался узниками Иисуса Христа за вас, язычников». И вот последующее, как бы апостол Павел показывает свою роль в вот этом домостроительстве. Он показывает, что Бог определил ему особую роль, вот для того, чтобы показать богатство, которое теперь имеют все язычники. И вы знаете, когда русский текст наш не позволяет, братья и сестры, посмотреть, что произошло после первого стиха. В оригинале, когда богословы исследуют, хорошо знающие греческий язык, говорят, что здесь апостол Павел сделал остановку. Вы знаете, так было, видимо, угодно Духу Святому, и я думаю, что мы увидим эту причину. Смотрите, в этой главе, третьей главе, есть два одинаковых, очень важных слова. Павел начинает с третьей главы, первого стиха. Для сего-то я Павел. То есть, вот по этой-то причине я Павел. Обратите внимание, пожалуйста, на 14 стих этой главы, братья и сестры. Посмотрите на 14 стих этой главы. Он начинается так. Для сего. Слово для этого. Я преклоняю колени мои пред Отцом Господа нашего Сухриста. Когда мы будем смотреть, братья и сестры, желание апостола Павла, он излагает свою молитву. Он хочет молиться за Ефесиан, хочет молиться за язычников, чтобы они увидели особую благодать Божию, чтобы у них открылись глаза. Но здесь делает 13 стихов, со 2 по 3 по 14 стихи. Он делает как бы остановку и вставку. Он делает, снова возвращается во вторую главу и делает вновь объяснение всем своим читателям. Для чего? Для того, чтобы вновь они могли утвердиться и понять значение того, что произошло. Это очень важно, братья и сестры. И вы знаете, божественно, я думаю, вот по какой причине мы сегодня посмотрим некоторые тексты. Знаете, божественная истина настолько глубока, настолько она настолько великая, что мы порой не можем охватить ее с первого раза. Согласитесь, друзья. Вот даже люди, которые, скажем, внову верующие, вращенные люди, вот слушают проповедь. Для нас, казалось бы, это знакомой истины о спасении, о рождении свыше, о воскресении, особенно если касаемся вопросов пришествия Иисуса Христа. То есть мы что-то имеем, мы знаем, у нас есть уже какой-то опыт духовной жизни, как бы мы утверждены, но для них это вновь и вновь. Они хотят, расскажите еще раз. И у них много вопросов, правда? Да что и говорить, братья и сестры, да и нас с вами. Я думаю, проходит время, мы и 10 лет, и 30 лет в Господе, но какие-то, читая мы истинные священные писания, читая Слово Божие, мы вновь и вновь видим, Господи, как удивительно Твое Слово, сколько там глубины. Мы вновь возвращаемся, как я раньше этого не видел. Да и часто с этого места, с кафедры, братья признают, но не до конца не можем понять, не можем до конца вот понять, что Господь говорит в этом Слове, друзья мои. Тем более апостол Павел прекрасно понимал, что когда речь идет о тайне, которая была сокрыта от веков и родов, которые не могли проникнуть ангелы, которые не могли проникнуть святые Божие, пророки Ветхого Завета, тем более не могут понять люди, обращенные из язычников, которые были потрясены тем, что Бог открыл им дверь благодати, что они могут составлять одно царство, могут составлять одно тело, могут составлять одни обетованиями пользоваться и всеми благословениями. И поэтому апостол Павел начинает, для сего-то я, Павел, первый стих, сделался узником Иисуса Христа для вас, язычников, и как бы должен продолжать вот эту молитву 14 стиха, для сего-то я преклоняю колено, и мы будем читать вот эту молитву, которую он обращается к Богу за них, и потом он как бы сделает остановку, говорит, кто, как вы слышали, домостроительство и благодати Божией, данной мне для вас. Помните, апостол Петр тоже самое практикует, он понимает, что нам, верующим, нужно напоминать истины, братья и сестры. Интересно, знаете, проповедь прошла собрание, воскресное служение, сколько мы запомнили из двух проповедников. Можем и для себя просто сказать, первый брат говорил, вот этот стих, вот эти истины, и я вот это понял. Да далеко и не всегда, братья и сестры, порой идея не заканчивается еще, а мы уже, в общем-то, смутно представляем, что было, о чем проповедовалось. Вот смотрите, как апостол Петр понимает это, и он говорит, как бы напоминая, смотрите, что апостол Петр говорит. Второе послание, первая глава, сегодня брат Геннадий читал с этой главы, и когда он излагает глубокие истины для церкви, о святой жизни, о том, чтобы приложить все старания и показать вере нашей, добродетель, добродетельности, рассудительности, рассудительности, воздержания, вот эти семь ступеней проходит, и он подходит к этому, смотрите, как, когда он говорит, ибо так откроется вам свободный вход в вечное царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Знакомые, правда, тексты. И смотрите, с 12 стиха он говорит, для того я никогда не перестану напоминать вам об этом, хотя вы то и знаете и утверждены в настоящей истине. 13 стих первой же главы «Справедливо уже почитаю, доколе нахожусь в этой телесной храмине, возбуждать вас напоминание». Такой же принцип использовал Петр. Считаю важным напоминать, напоминать, что вы утвердились. Братья и сестры, и самый тот хороший ученик, который не только слышит один материал, но он повторяет его дома. Мне так приятно наблюдать, когда во время служения наши подростки, дети, молодежь имеют небольшой конспект. Я как-то взял конспект моей дочери, когда она жила с нами, и за целые годы я посмотрел внимательно, красивым почерком воскресенье проповедует, имя проповедника, текст Писания, короткие мысли. Так апостол Петр говорит, я хочу напоминать вам вновь и вновь. Братья и сестры тоже используют принцип апостол Павел. Почему? Потому что он будет говорить об очень серьезных вещах. Для сего-то Павел сделался узником Иисуса Христа за вас, язычников. Если по логике человеческой, братья и сестры, разве Павел был узником Христа? Разве, казалось бы, по-человечески не Христ тоже его так послал, говоря, его же нейрон заключили. Вот на этот апостол Павел был намного выше. Он понимал, что все во власти Господа. Мне очень нравится высказывание Руф Паксон, который пишет такие слова, вот характеризует вот это состояние апостола Павла, напишет так. В послании к Ефесинам нет запаха тюрьмы, поскольку духовно Павел свободен. Он находится там, как узник Рима, но таковым себя не признает. Заявляет, что он узник Иисуса Христа. В чем же секрет такой победоносной отрешенности от этого мира? Прекрасный ответ, братья и сестры, дух Павла со Христом на небесах, хотя и тело томится в темнице еще. Братья и сестры, вот почему апостол Павел говорит, узник в Господе за вас, язычника. Братья и сестры, он понимает, что его роль, его миссия настолько велика. Братья и сестры, апостол Павел имел особое откровение, мы будем касаться, что это не просто пришлось его разума, его учености, он дошел до логического завершения или просто исследовая Писания. Он имел от Господа ясное откровение домостроительства церкви. Это очень важно. Итак, братья и сестры, давайте мы смотрим со второго стиха. У нас есть немножко времени, апостол Павел начинает так. Как вы слышали о домостроительстве благодати Божией, данной мне для вас. Потому что мне через откровение возвещена тайна, о чем я и выше писал кратко. То вы, читая, можете усмотреть мое разумение тайны Христовой. В этих трех стихах встречаем три раза слово «тайна» и три раза слово «местоимение». апостол Павел говорит «мне». Мне дано откровение. Интересно, как он правильно понимает и не упрекает своих читателей Ефесина. Как вы слышали о домостроительстве благодати Божией, он прекрасно понимал, что для них это что-то новая тема. Он не сказал, что вы утверждены, вы знаете хорошо домостроительство благодати Божией. Вы что-то слышали об этом, потому что для них это было что-то новое. Братья и сестры, я читаю вот эти послания, я задаюсь вопросом, а я хорошо знаю это домостроительство благодати Божией, которое открыто было Павлу? Братья и сестры, а мы хорошо знаем домостроительство Церкви Божией? Я сегодня разговаривал с моим племянником, который живет в Спокене. Они посещали с группой братьев в штат Аляска. И они посещали одну церковь. Я помню, много лет назад брат Михаил Савин как-то ревновал за то, чтобы построить там молитвенный дом. Было приложено много стараний, много было усилий, средств, чтобы церковь там баптистская была построена. Но знаете, прошло это год, я сегодня разговаривал, говорю, Володя, а какая цель ваша поездка? Он просил молиться. Вы знаете, дядя Гриша, так тяжело было. Сколько было вложено средств, времени, возможностей. И есть группа, но совершенно нет устройства, нет мира. На вечерю Господней люди приходят, просто нету пресвитера, чтобы совершить вечерю Господней. Люди просто могут прочитать несколько глав из Библии, попеть, и вечерю не проводят. Пресвитер может дома остаться, ключи у себя либо закрыть церковь, либо не прийти, либо еще. Говорит, собрались, как-то такое состояние, люди не знают, что делать, что происходит. Мы, говорит, целую неделю посещали эти семьи, молились, пели, рассуждали, говорит, братья, дорогие. Братья и сестры, я подумал, люди не знают, что такое домостроительство Божие. Вы знаете, роль апостола Павла настолько велика была, только выше Господь Иисус Христос, можно сказать, а ему была отведена особая роль. Братья и сестры, был апостол язычников. Из 27 посланий апостолу принадлежит 13 посланий, которые он написал. Это не что иное, как вот этот план домостроительства и устройства Церкви Божьей. Братья и сестры, сегодня нам не нужно блуждать, сегодня не нужно догадываться, сегодня не нужно искать каких-то откровений или пророков. Апостол Петр говорит, мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо обращайтесь к нему, как светильнику горящим в темном месте, братья и сестры. Вот почему сегодня апостол Павел Тимофей говорит, церковь, церковь, а церковь, столб и утверждение истины. Церковь, она как призвана поднять истину на самом высоком месте, когда мы едем по хайвею, и нам нужен бензин, нам нужно, может быть, покушать, нам нужно остановиться, отдохнуть. Мы встречаем огромное на высоте щиты, где написано объявление, то ли бензин, то ли готель, то ли еще что-то необходимое, друзья. Вот таким образом апостол Павел, он приподнимает вот эту истину, должную высоту, и он не упрекает, говорит, вы слышали о домостроительстве церкви Божией? Он говорит о тайне, три раза употребляет тайна. В нашем русском понимании, когда мы говорим, мы обладаем тайну. Что мы думаем об этом? Это закрытая информация. Есть государственные тайны, на котором стоит гриф, совершенно секретно, правда? Есть, может быть, какие-то, не знаю, семейные тайны, личные тайны, еще какие-то церковные тайны, друзья. Но вот интересно, в оригинале, в греческом языке значение тайны тоже говорится о том, что это закрыто, сокрыто, непонятно, но будет открыто в определенное время. То есть тайна, но которая имеет перспективу открыться. Я вспоминаю, вот помните, период Советского Союза, многие вещи были с грифом совершенно секретно. Но потом пришло время, и эти тайны, что она перестала существовать, были доступы, архивы были открыты, и мы многое узнали о наших братьях, о времени, о периоде, который церковь проходила в эти тяжелые годы периода репрессий. То есть тайна открыта. То же самое апостол Павел говорит и об этом, что тайна о церкви открыта. Он говорит о домостроительстве церкви. Когда мы смотрим, если братья, можно, откройте, пожалуйста, послание Колоссиным. Там, где он говорит, молится, 4 глава, 3 стих, он говорит так, молитесь так же и о нас, чтобы Бог отверз нам дверь для слова, возвещать тайну Христову, за которую я в узах. Обратите внимание, настолько он был готов и понимал, что вот эта тайна, пришло время, она открылась. И он говорит, молитесь за нас, чтобы Бог отверз нам дверь для слова, возвещать тайну Христову. Братья и сестры, мне хотелось бы сегодня с вами тоже помолиться за церковь в Аляске, за церковь в других странах, где вот эта тайна, она сокрыта, либо находится в неведении, либо люди, может быть, младенцы во Христе, либо не научены, не наставлены, не открыто, не понимают, что настолько ясно уже. Есть у нас вот это слово, есть вот эта открыта тайна Христова домостроительства церкви. Итак, апостол Павел говорит, что, как вы слышали, о домостроительстве и благодати Божией. Когда мы слышим слово домостроительстве, что мы представляем собой, братья и сестры? Строительство дома, согласны? Строительство дома, принцип, порядок знаем, завершенность, завершенность, понимаем, когда дом завершен, то там должен быть домоуправитель. Мне очень нравится роль, о роли, простите, Иосифа. Когда мы читаем 39 главу книги Бытие, помните, когда был, Патифар купил его, Иосиф, он привел его в дом, и кем он его сделал? Домоуправителем. И так Иосиф говорит, что он отдал все на руки его, и он не знает при ней никакой нужды. То есть, Иосиф, роль Иосифа была домоуправитель, он был ответственный за урожай, за сбор урожая, за то, чтобы заслуги, слуги, которые были управлять над ними, чтобы все имели свою работу. Абсолютно все, что касалось в доме, хозяйства, заботы, средства, все, казалось, было на руках его. Вот так себя видит апостол Павел, он был действительно домоуправителем, как бы в этой церкви. Смотрите, как он говорит в 1 послании от Тимофея 1, 12. «Благодарю давшего мне силу Христа Иисуса Господа нашего, что Он признал меня верным, определив на служение». Братья и сестры, когда мы видим, вот мы недавно проходили деяния апостола, мы видим, сколько труда апостол Павел приложил, сколько стараний, как он хорошо знал, там он дает повеление поставить пресетеров, там он собирает церковь, там он дает наставления, он пишет все-таки послание, находясь в темнице, в тюрьме, он пишет послание, братья и сестры, он видел, как ясно должна функционировать церковь, почему необходимы служители, декана, епископы, почему необходимо касаться вопросов семьи, многих-многих вопросов, устройства церкви, вечерий Господний, он получил откровение от Господа, братья и сестры, как это произошло, мы не знаем, я верю, что это было сверхъестественным образом, мне, как он пишет, потому что мне через откровение, вот это возвещена тайна, о чем я и выше писал кратко, то вы, читая, можете усмотреть мое понимание тайны Христовой, что имеется в виду, то вы читая, читая не только послания к Ефесинам, читая те другие послания, которые были уже на тот момент написаны, и так апостол Павел, он был, занимал очень важную роль в домостроительстве церкви, ему было открыто тайно, братья и сестры, особое внимание уделял в домостроительстве, он уделял внимание благовестию, это было его основное служение, смотрите, как он говорит в первом послании Коринфянам, 9 глава, 16-17 стихе, говорит так, «Ибо если я благовествую, то нечем мне хвалиться, потому что это необходимая обязанность моя, и горе мне, если я не благовествую». Он понимал, для того, чтобы тайна, она имела практическое как бы применение, для того, чтобы эта тайна стала достоянием людей, для того, чтобы та преграда, которая существовала между израильским народом, иудеями, и язычниками, была открыта, чтобы язычники вошли в число спасенных, получили все благословения, наследия, все обетования стали достоянием, необходимо проповедовать, нужно благовествовать, нужно говорить о Господе. Братья и сестры, мы читаем в Слове Божьем о том, что не только апостол Павел, не только апостолы, но и мы с вами являемся участниками домостроительства Церкви Христовой. Когда читаем апостола Петра, первое послание, 4 глава, 10 стих, братья, откройте, пожалуйста, нам, смотрите, как апостол Павел пишет следующее, служите друг другу, каждый тем даром, который получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божией. Братья и сестры, нам не уйти от участия в домостроительстве. Помните, апостол Павел говорит, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить благоприятные жертвы. Братья и сестры, мы участвуем в домостроительстве, это очень серьезно и важно, огромная ответственность, служите друг другу, каждый тем даром, какой получил. Каждый из нас имеет определенный дар от Господа, братья и сестры. И когда мы внимательно смотрим на жизнь по местной церкви, братья и сестры, мы можем применить. Мы сегодня утром получили тревожное сообщение. Наш молодой брат Марк попал в аварию тяжелую. Он находится в госпитале. Братья и сестры, как мы отреагировали? Для этого надо иметь особый дар какой-то? Или, может быть, тотчас склониться на колени, помолиться к Господу, обратиться к Господе, благослови, защити, отправить короткое сообщение родителям, поинтересоваться, как он себя чувствует. Мы молимся, мы любим, мы переживаем. Братья и сестры, наша жизнь окружена друг с другом, каждый день что-то происходит, друзья мои. Это очень важно, служите друг другу. И порой люди говорят, да разве это важно служение? О, если бы мы знали, настолько важно служение молитвы, как важно служить не только служить словом, ободрять, поддерживать. Домостроительство Павла было уникальным, братья и сестры. Он еще пишет о тайне, не только молится о том, чтобы тайно открылись двери, но его сердце наполнено еще переживанием. Там, смотрите, если братья откроет нам еще раз послание Колосиным, только первую уже главу, там его особая молитва, не как-то особенно дорого, думаю, настолько он открывает глубину этой тайны. Послание Колосиным, первая глава, с 24-28 стих. Он тоже пишет о своих страданиях, пишет о том, что находится в вузах, но вот смотрите, как он говорит, «Ныне радуюсь в страданиях моих за вас и восполняя недостаток в плоти моей скорбей Христовых за тело Его, которое есть Церковь». Вдумайтесь в эти слова, братья и сестры. Находясь там в вузах, и он говорит, «Радуюсь в страданиях моих за вас». Он видел результат, он увидел, как действие вот этой тайны, которая была открыта ему, была апостолом, была возвещена всем, она имеет свое практическое применение. И он говорит, «За тело Его, которое есть Церковь, которое сделался я служителем по домостроительству Божию, веренную мне для вас, чтобы исполнить Слово Божию, тайну, сокрытую от веков и родов, ныне же открытую святым Его, которым благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне сей для язычников, которой есть Христос в вас». Упование славы. Братья и сестры, как открывается, мы с вами будем продолжать послание к Ефесянам, будем продолжать и раскрывать еще значение этой тайны с 5 по 6 стих дальше, в котором открывает суть этой тайны, которая не была возвещена прежним поколением сынов человеческих, но ныне открыта святым апостолом Его и пророком Духом Святым, чтобы и язычникам быть, со наследниками, составляющими одно тело, сопричастниками обетований Его во Христе Иисусе по всредствам благовествования. И вот в этом послании Колоссина он тоже говорит, «Тайна сокрыта от веков и родов, ныне же открытую святым, которым благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне сей для язычников». И вот открывает саму суть вот эту тайну, братья и сестры. Не только, что язычники стали сопричастниками, сонаследниками, стали дети одного царя, нету никаких преград. То, что было когда-то сокрыто от пророка Ветхозаветних, мы посмотрим на столько те пророчества, которые были сказаны в Ветхом Завете, они только могут пониматься во свете Нового Завета, тогда, когда была открыта эта тайна. Но самое главное, братья и сестры, центром этом тайне Христос в вас, упование славы. Какие прекрасные стихи, братья и сестры. Христос не пренебрег язычниками. Христос пришел в этот мир грешникам. Те, которые были отвержены десятилетиями и тысячелетиями. Христос принял их. Не только просто принял в свое царство, а хочет обитать в сердце всякого грешника, который примет его и покается, и обретет Господа в свое сердце. Братья и сестры, у меня на сердце сейчас помолиться с вами. Вы знаете, каждый раз, когда приходит пятницу, молитвенное собрание, мы говорим, молитвенное собрание. Но настолько мы как-то, ну не то, что увлекаемся, но не хватает порой времени. Есть слово, есть разбор. Но так-то хочется как-то помолиться вместе с вами, чтобы уделять время для молитвы нашей совместной, для нужд. И вот сегодня у меня на сердце хоть немного, несколько минут есть, но помолиться за особые нужды, братья и сестры. Вчера вы тоже получали сообщение, что наш брат, Николай Федоров, он находится в госпитале, у него инсульт. Я его посещал вчера в госпитале, он был без сознания, это уже второй у него инсульт. И врачи говорят, что три дня у него будет такое критическое время. Либо он отойдет к Господу, либо он будет парализован, либо пойдет на улучшение. И сегодня сын присал, говорит, что папа, он как бы пришел в себя, как бы открыл глаза, но еще не прошел вот этот кризис. Братья и сестры, мы являемся членами тела Христова, мы являемся братьями и сестрами. Я бы хотел, чтобы мы помолились за нашего Марка, который находится в госпитале, ему сделали две операции на двух ногах. В воскресенье еще будет ему делана операция, Лех говорит. Давайте помолимся на нашего брата Николая. И также помолимся на нашего брата Виталия Вениаминовича. Он мне позвонил, говорит, Гриша, передай церкви, благодарен за то, что молятся, но попроси, чтобы не молились о моем выздоровлении и моем исцелении. Передай церкви, чтобы церковь помолилась о моем скором переходе, чтобы Господь снял эти страдания, боли, переживания. Я готов перейти к Господу. Братья и сестры, давайте мы сейчас склонимся, пусть у нас несколько минут есть, мы помолимся за Николая Федорова, за Марка и за нашего брата Виталия Вениаминовича. Господь пусть благословит нас в этом. Аминь. Помолимся. Субтитры создавал DimaTorzok